И вот, несмотря на то, что все кредиторы требуют от Украины антикоррупционный суд, в нашей стране до сих пор нет не то, что согласия по этому вопросу, но даже четкого понимания, как вписать такой суд в общую судебную систему. Должен ли быть антикоррупционный суд отдельной вертикалью от остальных? Могут ли иностранцы получить право заблокировать ту или иную кандидатуру? Давайте обсудим все это из политической, с юридической точки зрения с нашими гостями. Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блока Петра Порошенко, и Анна Малер, один из самых публичных украинских юристов. Сегодня гости подробности недели. Алексей Анна, здравствуйте, спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы. Алексей, давайте начнем с вас. Вот вы уверены, что в ближайшее время реально провести через Раду законопроект об антикоррупционном суде? Если да, то тогда ваш прогноз. Когда закончатся все чтения и закон у нас уже появится? Я уверен, что это необходимо. Потому что ситуация у нас с коррупцией чрезвычайная, и нам необходимы чрезвычайные меры. И антикоррупционный суд, там много возникает вопросов, но это та мера, которой мы должны воспользоваться, с моей точки зрения. Потому что другого пути у нас нет, нам необходимо дать чрезвычайный ответ на чрезвычайную ситуацию с коррупцией. Президент инициировал создание антикоррупционных органов, НАБУ, САП, но сегодня им не хватает финальной точки. Потому что раз следствие идет, САП осуществляет надзор, но кто-то должен выносить приговоры. А в украинских судах, к сожалению, очень часто судьи пользуются молоточком, как аукционным исключительно. И для того, чтобы уйти от этого, и есть идея создания антикоррупционного суда. Хорошо. Если вы убеждены, что это так нам уже кончено и обхидно, и этот вопрос уже перезрел в Украине, готовы ли вы пойти на те уступки, которых требуют иностранные кредиторы? Например, готовы ли вы, ваши коллеги, дать право иностранным экспертам блокировать какие-то кандидатуры для вхождения в антикоррупционный суд? Многие ваши коллеги, по-моему, даже из вашей фракции, уже заявляли о том, что это чуть ли не наступление на суверенитет Украины и антиконституционно. Я уже сказал, что это чрезвычайная ситуация с коррупцией, толкает нас на чрезвычайные шаги. Если говорить конкретно об этой норме, то уже в президентском законопроекте фактически нашим западным партнерам даны большие возможности по блокированию той или иной кандидатуры. Потому что если наши партнеры, международные эксперты говорят нет, то нужно квалифицированное большинство для того, чтобы в дальнейшем назначить судью. Возможно, в процессе дискуссии в Верховной Раде мы еще больше дадим возможности нашим иностранным партнерам. Думаю, что это вопрос дискуссии в парламенте, которое начнется в феврале. Вы задавали вопрос о сроках. Думаю, в начале февраля, сразу после начала сессии мы включим его в повестку дня. Дальше будет первое чтение. А вот дальше будет очень сложный процесс внесения правок, где вот все те дискуссии, о которых вы сейчас ставите, очень верно вопросы, они и будут происходить. Алексей, смотрите, кредит от МВФ мы ждем уже в апреле месяце, да? Насколько я понял, слова президента. И если Верховная Рада снова начнет затягивать этот процесс, как вы умеете это делать в парламенте, внесением 5 тысяч, 8 тысяч правок, там запятой вам не хватит, там двоеточие вместо тире вы захотите поставить. Вы можете до конца этой сессии не управлять. У нас есть такие специалисты, это правда, и вполне возможно, что принятие закона про антикоррупционный суд превратится в очередной сериал. Хорошо, принятием закона об антикоррупционном суде. Если не закончатся все требования международных наших кредиторов, смотрите, что они дальше могут от вас потребовать. Отмену электронных деклараций для представителей гражданского общества. Расширение полномочий на БУ давным-давно уже требует. Оно, кстати, было записано в меморандуме сотрудничества с МВФ. Вот эти вопросы могут быть рассмотрены в ближайшее время? Я думаю, что вполне возможно. Если мы не сможем выйти на решение такого принципиального вопроса в кратчайшие сроки, если это затянется, то вполне возможно, что мы сможем решить какие-то более локальные вопросы. У нас для этого есть время и возможности. Мнение политиков понятно. Теперь слово одному из самых успешных юристов, по-моему, и по мнению моих коллег. Анна, скажите, вот некоторые ваши коллеги, кстати, говорят, что создание антикоррупционного суда, оно ничего не решит в нашей стране. И, в общем-то, возможно, даже будет малоэффективным такой инструмент. Все ссылаются на то, что это создается только суд первой инстанцией. Но есть еще у нас же инстанция касационная, апелляционная. И все равно это все будет заканчиваться на высшем апелляционном суде и высшем суде. То есть толку нет. Вы согласны с этим или нет? Вот законопроект, который сейчас поданный президентом, вернее, наприкенции 2017-го, предпочитает уже теперь две инстанции. Но это принципово вообще не решит вопрос. И тут вы абсолютно правы. И я публично отсутствую саму цю позицию, что инструментарий, как мы будем боротися с коррупцией, Захид мало хвилюет. Мы можем и не створювать этот суд, если мы покажем результат, что мы поделали коррупцию. Больше того, почему сегодня подается позиция, что саме створение антикоррупционного суду и есть какой-то панацея. Это не так. Это лишь какой-то небольшой процент комплекса против действия коррупции, но основная площадка, где борется с коррупцией, это сфера экономики, а не сфера криминально-права. И как раз я бы хотела на вопрос, которое вы задали народному депутату, ответить с другой точки зрения, что, наоборот, доступ иноземным экспертам обмежено, если керовать себя требованиями и порадами Венеційської комиссии. То есть вы бы не давали права иностранцам регулировать состав этого антикоррупционного суду? Украине, поэтому они наполягают, чтобы вплив имели именно международные эксперты. Но в том законопроекте, в котором подав президент, право вето по точке зрения международных экспертов имеет все-таки высшая квалификационная комиссия судов. И чтобы наши глядачи зрозумели, как это будет выглядеть на практике, вот такие складные какие-то вещи, я говорю, это формирование, например, нового Верховного суду. Когда была Рада, Громадская Рада Доброчесности, как будто так показала нам, что громадская, беру участие, от, будь ласка, в формировании Верховного суду, но больше 60 заперечен щодо кандидатов, которые надала Рада Доброчесности, были витованы, и эти люди все-таки пройшли в Верховный суд. Так же может происходить с антикоррупционным судом. Понятно, главное не название, не табличка, а главное, кто сидит за дверьми, правильно, кто выполняет эту работу. Кстати, вот тут возникает логичный вопрос. Анна, а что, если сами суды антикоррупционного суда окажутся коррупционерами по итогу, их кто судить будет? Ну, я вам могу сказать, что таки досвид уже есть, потому что антикоррупционные суды за требованием так же МВФ, например, были уже реализованы в Филиппинах, Хорватии, Болгарии, Мексика, Пакистан, Словаччина. Там есть приклады... Там на них управу находят, на самих этих судей? Там есть приклады корруппированности этих самых судов, там возникает проблема того, что они, срештою, становятся незавантажными, и они не решают вопрос коррупции в стране, где нет политической воли поделать коррупцию. Однако мы имеем много прикладов, где коррупция была поделана без антикоррупционного суда. Понятно. Спасибо. Вы очень многие моменты нам разъяснили, но у нас есть еще один вопрос, которым займутся депутаты в ближайшее время это обновление состава Центральной избирательной комиссии. Петр Порошенко внес кандидатуры новых членов Центра избиркома на рассмотрение Верховной Рады. В списке 14 человек. И когда журналисты стали выяснять, что это за люди, оказалось, они представляют далеко не все парламентские фракции и группы. Например, нет кандидатуры от Батьковщины. Хотя, как утверждают представители этой политсилы, свой вариант они предложили еще осенью. За несколько дней эта тема стала настолько серьезной, что пришлось говорить об Украинском Центральной избиркоме даже в Страсбурге на заседании ПАСЕ. Как говорят в Батьковщине, ПАСЕ обязала Украину назначить новый состав комиссии. Мол, за такое требование проголосовало абсолютное большинство членов Ассамблеи. И выполнение этого пункта теперь будет отслеживаться в ежегодных отчетах по ситуации в Украине. Продолжим разговор. Алексей, логичный вопрос вам. Вы ведь на этой работе недели плодотворно работали в ПАСЕ. Кстати, вернулись буквально час назад специально к нашему эфиру. За это вам отдельная благодарность. Вот такое решение, о котором я только что говорил. Как вы оцениваете ваш прогноз, список кандидатов в новый Центр избирком, он все-таки будет изменен или нет? Я хотел бы уточнить. ПАСЕ никого, ни к чему не обязывает. ПАСЕ может рекомендовать. И при рассмотрении доклада мониторингового комитета действительно наши коллеги от Батьковщины нанесли такую правку, которая была проголосована с тем, что Парламентская Ассамблея Совета Европы считает необходимым, чтобы все политические силы были представлены. И на самом деле в том ПАДОНИ, который сегодня есть от президента, представлены практически все политические силы. Насколько я знаю, проблема с Батьковщиной в том, что Батьковщина предлагала кандидатуру действующего члена ЦВК Усенка Черной, а президент занял принципиальную позицию, я считаю абсолютно правильно, после всех скандалов вокруг ЦВК, вокруг Ахендовского и так далее, и так далее, о том, что полностью должна произойти ротация. Полностью. То есть состав ЦВК, который участвовал там в выборах, ну, мы видели разные примеры, да, в том числе начиная от маленьких выборов до больших. И когда сегодня возникают вопросы и по распискам, и по имуществу, которые у них есть, должен быть полностью изменен. И поэтому президент не подал кандидатуру от Батьковщины, но зато там есть кандидатура и от Лешка, и от группы Воля народа, и от Ведроджиня, и от Народного фронта, и от самопомощи. Все-таки список может быть изменен? Я так и не понял. Я думаю, что в теории возможно все, но на практике тот состав, который я увидел, он является сбалансированным. Обратите внимание, с момента обнародования фамилий я не услышал ни одного замечания по качеству этих фамилий. Никто не сказал, простите, ну это же коррупционер, это негодяй и так далее. Мы не видим этого. Речь идет о профессиональных людях, юристах, имеющих опыт избирательный, я имею в виду управление избирательным процессом. Кстати, да, по персоналям здесь я сами согласуюсь. По персоналям обвинений я не слышал и не видел, но по составу и пропорциональности представительства по парламентским квотам, по партийным квотам, в общем-то замечания были. Батьевчина у нас, баба Игорь всегда против. Спасибо вам огромное за этот разговор, спасибо за ответы. Алексей Гончаренко, Анна Малер были гостями подробностей недели. Мы продолжим.